Жители Тимиртау собирают подписи под экологическим обращением. Горожане жалуются на ухудшение состояния воздуха. Говорят, что особенно тяжело стало дышать по ночам. Юлана Чаус знакомилась с ароматами шахтерского городка. До недавнего времени сиреневый туман у тимиртаусов ассоциировался лишь со строчкой из песни. Но недавно, рассказывает он, на самом деле завис над городом. Черный снег, удушливый запах, кристаллические несмывающиеся осадки. Горожане уверяют, в последнее время в городе Металлургов экологическая обстановка резко ухудшилась. Заметно, особенно ночью. Ну и в другой раз даже задыхаешься, будет ужасно. Выброс что ли идет ночью. Мне вам хуже, вы что-то говорите. Вот на машине сейчас остается, да? Вот на машине, посмотрите, утром вообще. Невозможно дышать. Противогаза день, наверное, в будущем, да? Через дней 15. Когда они выпускают эти газы там, на заводе, так прям невозможно дышать. Закрывая все фоточки до утра, пока не развеется ветром. Хорошо, что у нас тут ветра. Антонина Кочуева решила, пора действовать. Молодая мама борется за здоровье своего ребенка. Инициировала сбор подписей под петиции. В обращении активисты просят городские власти проверить выбросы на крупных предприятиях и усилить контроль за экологией. Над городом, ну действительно, наш завод, он создает облака серые из пыли. Хочется просто даже честно, объективно услышать ответ на вопрос, из-за чего это происходит. Какая загрязняемость у нас в городе, какие выбросы, соответствуют ли они норме или нет. Обращение лежало в одном из торговых центров города. За несколько дней под петиция подписались сотни человек. Бурное обсуждение экологической ситуации сейчас идет и в соцсетях. По одной из распространенных версий в интернете, металлургический гигант увеличил выбросы ядовитых отходов, экономию электроэнергию на газоочистке. Не секрет, что местная ТЭЦ-2 в этом году едва справляется с зимними нагрузками. Однако специалисты комбината уверяют, что просто так отключить газоочистку технически практически невозможно. Официально ухудшение экологической ситуации власти города не подтверждают. Уверяют, что по их данным, все оборудование на крупнейших промпредприятиях работает без остановок и сбоев. Считают, что всего виной погодные условия – низкая облачность и неудачный ветер. Изменение погодных условий, конечно, роза ветров поменялась, конечно, воздух пошел на город. Да, это влияет на людей по сравнению с тем, что было раньше и сейчас, например, после того, как они построили газоочистку, выбросов меньше. Тем не менее, представители местных исполнительных органов поручили экологам провести внеплановую проверку крупных городских промышленных предприятий. Ее результаты обещают обнародовать сразу же после получения. Был начался Василий Савкин, Асета Саинов. В итоге дням Карагандинская область.